Ну что, ребят, добро пожаловать на третий этап Формулы 1 на Гран-при Китая. Собственно, с Китая у меня обычно все сезоны начинаются именно с этой трассы. Начинаются мои победы во всех сезонах, либо же идут уже результаты конкретные. Из-за этого я возлагал некие надежды, что именно с Китаем мы начнем бороться конкретно. Ух! Ну и, собственно, по тестам все тоже было очень хорошо. То есть все программы выполнялись с первого раза. Коллекционный темп тоже был выполнен спокойно с первого раза, и сразу на девятое место. Но, как это обычно бывает, в квалификации все идет иначе. Темп тут же пропадает куда-то со второй попытки, смог выйти с первого сегмента. Но во втором показываю отвратительное время, и у меня был последний комплект софта, и поэтому я никак не мог его перебить. 15 место на стартовой решетке, и что ж. Как обычно, собственно, в практике все охрененно, но в квалификации у нас все очень плохо. Ну, надеюсь, что в гонке будет все иначе. Собственно, как было и в последние два этапа тоже. Калификации не очень, но в гонке мы прорвались, и прорвались, в принципе, более-менее хорошие очки в Кремере в Бахрейне. В Австралии, конечно же, не очень хорошие, но хоть какие-то были очки. Ладно, Шанхай, в принципе, для нас трасса не очень хорошая, потому что здесь есть длинная прямая. И это, по сути, небольшая проблема для нас, поскольку наш двигатель не особо рассчитан на прямые, и у нас единственная скорость есть в поворотах. Стартовая шутка перед вами, я немного уже пропустил. Собственно, такая у нас топ-десятка. Деван у нас на девятом месте, что для меня хорошо, по сути, недалеко от меня. И также, да, после этого этапа можно будет выбрать, наконец-таки, нашего соперника главного. Ну, собственно, да, я, как и говорил, я выбрал все-таки Девана. Такой небольшой спойлер. Тактика один пистоп, и за счет именно этой тактики я тут выигрывал много позиций в других сезонах. Особенно, если вспоминать, еще и за Вильямс, когда на еще непрокачественном Вильямсе я смог выиграть этап в Китае. Ладно, переходим, ребят, к старту. Газ в красные огни, я кое-как сорваюсь с места, и тут же теряю кучу позиций. Сначала у меня Норрис прошел, потом Албун с Райкненом, и все, минус три позиции на старте. Ну, собственно, как обычно, отличный старт. Ну, потом идет улитка, спокойно сравниваюсь с Норрисом, прохожу его чуть вперед, небольшой контакт между нами еще и произошел. Ну, и так, в принципе, все бок о бок едут, там кто-то притеряется к кому-то, и из-за этого там у нас появляются в протоколе небольшие контакты. Старт с ТВ-камеры, как обычно, мой провальный старт, где я забуксал, по сути, на месте. Ну, будем над этим работать. Собственно, тут немножко старт отличается от 18-й формулы, но, думаю, с временем привыкну, и не буду так уж проигрывать прям три позиции сходу. Но лучше сначала в квалификациях начинать занимать очень хорошие позиции, чтобы не стартовать с последних мест. А то как-то мне эта тенденция не особо пока нравится, то, что мы стартуем прямо с конца. Ладно, борьба у нас тут идет, у меня Джинас еще пытается пройти в конце первого сектора. Он меня не смог пройти, поскольку впереди Норрис затормозил. Но Альбан спокойно так по внутренней траектории проходит, меня и Норриса еще врывается в борьбу между Хасом и Рейсинг Пойнт. Но из-за худшего выхода не смог навязать эту борьбу и, соответственно, сразу же отвалился. Ну, и потом еще и потерял позицию по отношению ко мне. Лидеры между собой также боролись. Собственно, Феттель сначала боролся с двумя Мерседесами в улитке, но они его благополучно прошли. Ну, и потом уже пытались Радбулу как-то навязать борьбу Феттелю, но, опять же, Радбулу не смогли этого сделать. Ну, и, кстати, да, можно заместить с арта то, что Феттель едет на Мидиуме. А это значит, что у него будет стратегия Вадим Пистоп. И победителя, можно сказать, мы уже знаем заранее, поскольку стратегия Вадим Пистоп здесь это гарантированно выигрышная стратегия. Ну, ладно, переходим к борьбе между Мной и Пересом, которая будет идти в большую часть трассы. И, поскольку все остальные у нас будут ехать на стратегии В2 Пистопа, ну, а мы с Пересом на стратегии Вадим Пистоп. Также еще и Вибер едет на стратегии Вадим Пистоп, к которому я благодаря Пересу еще и подъехать успел. Ну, и мы благополучно его прошли. Потом я пытался атаковать, конечно же, и Переса в улитке, но решил то, что не буду рисковать передним антикрылом и лишним пистопом для себя в начале гонки. И поэтому решил подождать. Подождал я примерно до следующего круга, где в скоростной эске спокойно поравнялся с ним. Я старался по максимуму вырваться вперед, поскольку следующий пород идет уже в пользу Переса. Но я попытался по максимуму сусить еще и ближе к Апексу, чтобы у него был хуже выход. Но по итогу, да, я прохожу и по итогу еще и вылетаю с трассы. За счет этого Перес меня проходит обратно, блокирует себе переднее право колесо. И на зоне детекции ДРС я был позади Переса. За счет этого я смог кое-как защитить свою позицию, но все-таки в Форс Индии Racing Point, Racing Point за счет мотор Мерслес. Меня без проблем Перес догоняет из липстрима также, но обойти к концу прямой он меня, к счастью, не успел. Ну и по итогу, девятое место за мной, впереди меня идут гонщики, которые идут на два пистопа. Поэтому, можно так сказать, что я уже минимум на седьмом месте, поскольку до Формулы 1 болидов нам еще далеко, до Рэдбула. Так что, по сути, для нас это первое место я такая. Впереди у нас была также борьба между Леклером и Хэмлинтоном. Рьюис почти прошел Леклера, но у Леклера был чуть лучше выход из шпильки, и по итогу он смог защитить свою позицию. Ну а потом, лидеры после своего пистопа потихоньку начинают догонять весь Платон, который потихоньку и стопит этих лидеров. За счет чего у нас Феттель отрывается все дальше и дальше, ну а лидеры страдают и потихоньку расходуют свою резину. Сначала Мерсеса застрялись за Дживенадзе, и также еще позади Леклер Мерсес Ферстаппин застрялись за Вильямсом. И если Ферстаппину повезло, то что он был справа от Вильямса, спокойно его обошел, то Леклер ничего не смог в этой ситуации сделать, поскольку он был в этой коробочке. Ну и Мерсеса также вот слева и справа обошли Дживенадзе и продолжили уже борьбу между собой. Конечно Ботас постарался опередить Льюиса, но у Льюиса была внутренняя траектория, за счет чего он чуть лучше даже вышел, чем Ботас, и спокойно отвоевал свою позицию. Конечно Ботас еще пытался опередить Льюиса, но это были бесполезные попытки, которые не увенчались никаким успехом. На следующем кругу Льюис догнал еще и Рено вместе с вторым Вильямсом, и спокойно опередил их за раз. К сожалению для Вальтера он не успел обойти обоих сразу, из-за чего застрял позади, пока Льюис прорвался вперед. Также борьба между Норрисом и Райкленом, которая шла там в половину гонки, причем второй половины именно, то есть они обменивались позициями туда-сюда, но потом все-таки Мерседесы постепенно внесли корректив в их борьбу, особенно когда это был Мерседес, Потаса и Феррари Леклера. И также Норрис еще умудрился проиграть больше позиций именно вот на этом новом круге, поскольку сначала его догнал Райклен за счет Слепстрима и ДРСа в улитке, и спокойно с ним мог поравняться. Да, конечно же, у Райклен есть большое преимущество в улитке, поскольку он идет по внутренней траектории, но потом идет все-таки левый поворот, и уже у Норриса преимущество, потому что идет в его пользу поворот. Норрис по итогу выходит впереди Райклена, но у Райклена получился чуть лучше выход из поворота, за счет чего он смог поравняться, и тут же уже и Мерседес, Потаса, также нависывался позади вместе со Феррари Леклера. По итогу, да, они начали ехать бок о бок, и опять же, Райклен лучше вышел из шестого поворота, за счет этого смог спокойно уже опередить Норриса. До прямой еще Норрис атакует тут же Потас по внутренней траектории, они начинают ехать бок о бок, и за счет этого Норрис очень плохо выходит из второй улитки, и теряет в скорости, из-за чего проходит Леклер сначала, и позади уже был Болитер Роса, который тоже за счет Слипстрима и Дресса проходит Норриса. По итогу, за один круг Норрис потерял целых четыре позиции. В какое-то время сходит еще и Грожан, и к несчастью Хасса, также еще и Магнус, она переезжает под желтым флагом Болитер Роса, и из-за чего получает пять секунд к финальному времени. Ну и финальная такая борьба между Чака Пересом и двумя Рэдбулами. Гасли пытается пройти Чака Переса, проходит, но до зоны детекции Дресс. По итогу у Переса Дресс будет напрямой, ну а собственно Рейсинг Пойнт, да еще и Дресс, так что у Гасли не было ни шанса защитить эту позицию. Еще до почти середины прямой Переса опередил, и по итогу смог удержать их позади, поскольку впереди шел я, и Перес это было последним рубежом Бороны между мной и двумя Рэдбулами. Но чуть к это время Ферстаппин смог пройти Переса, Гасли же продолжил свою борьбу с Пересом, не очень удачную борьбу, поскольку он опять же наступил на те же грабли, что и в первом проходе. Он опять же прошел Переса до зоны детекции ДРС, и из-за этого опять же напрямую Переса было ДРС. Ну, что поделать с Гасли? По итогу он опять же отваливается назад, но к концу гонки он успел таки пройти Переса, вот только не заметил где. Также еще Перес успел пройти Рикарда, которого было можно видеть позади. Я же, как увидел то, что Ферстаппин прошел все-таки Переса, начал волноваться за свою пятую позицию, поскольку я все-таки проигрывал по отношению к Ферстаппину, из-за того, что у него были более свежие шины, также тут все-таки Радбул, да, там мотор Хонда, но все-таки шасси и динамика у них на ногу лучше. По итогу за два круга он снял где-то полторы секунды, я так прикинул то, что к последнему кругу он будет ко мне близок, но у меня будет еще целая секунда в запасе примерно до Ферстаппина. В принципе, так и произошло, я смог финишировать на пятой позиции, это очень хороший для нас результат, поскольку удалось еще и переиграть два Радбула целых. Тут, глядишь, уже и до Феррари доберемся, а там уже и Мерседесы, тут уж как пойдет. Ну и да, Феррари радуется, поскольку Федрель смог без проблем выиграть эту гонку на стратеге Вадим Пистоп. И да, также я забыл упомянуть то, что на этот этап нам приехали две модификации в Р-Динамике и не приехала в модификации в ДВСе. И еще я заметил то, что почему-то Джефф не анонсирует теперь то, что приехали модификации, не приехали, ты должен теперь сам их посмотреть, приехали они тебе или нет. Ну и, собственно, да, вот, пятая позиция наша. Пока самый лучший результат, который у нас был на этом болиде, потому что болид у нас не очень хороший. Было бы это, конечно, Вильямс, я думаю, было бы чуть получше, может быть, за счет двигателя. Но, правда, да, там печальная довольно аэродинамика, и из-за этого движок не получается реализовать на полную. Ну, собственно, да, первый у нас Федрель, второй Льюис, и третий Вальтери Боттус. Если бы Льюис и Вальтери не задержались в пилотоне, возможно, они бы успели догнать Феделя, но, к сожалению, они задержались, и Федель смог одержать вторую победу в этом сезоне пока что. Ну и посмотрим, как будет развиваться эта борьба. Может быть, она будет лучше развиваться, нежели чем в реальной формуле, где пока Мерседес в одни ворота выигрывает этапы. Такая у нас финальная статистика. Пока что Альфа Ромео едет на уровне с Вильямсом, но буду надеяться, что в ближайшие дни выйдет все-таки патч, где поменяют расстановку сил, и мы увидим уже реальную расстановку сил на вот 19-й год, а не то, что у нас в конце 18-го было. Все-таки вставил интервью с Клэр, поскольку она тут задает вопросы по поводу моего противника еще с Формулы 2, про Девона Батлера. Ну и да, все-таки, значит, есть какие-то новые вопросы у Клэр, но это будет, опять же, связано с бывшим напарником по Ф2 и бывшим соперником по Ф2. Ну, поэтому, опять же, пока вставил, посмотрю, что будет дальше. Может быть, будут еще новые какие-то вопросы. А пока что, это совершенно старые вопросы, никак не изменялись по поводу, там, как вы так, из-за чего вы прошли весь пилотон, про столкновение, там, ну, было пару контактов. Опять же, решил все-таки не оставлять это без комментариев. Хотя могли бы тоже все-таки много переделать, что если ты оставляешь без комментариев, то Клэр как-то меньше, примерно, интересуется тобой. А если ты отвечаешь на такие вопросы, то, наоборот, ее интерес к тебе возрастает, и она чаще с тобой берет интервью. Сопережно, что пока выигрываем постепенно, еще, я думаю, этапом 3-4, и выиграем окончательное соперничество, и получим свои ресурсы. Опять же, небольшая копия интервью с моим бывшим тиммейтом и бывшим соперником. Кто хочет почитать, ставьте на паузу и читайте. Собственно, беру тоже в сопернике себе и батлера. Причем, тут видно то, что добавляются дополнительные очки к опыту за то, что я именно с ними беру. То есть, именно, либо с батлером, либо с вибером. И почему за батлера больше дают? Ну, тут из-за того, что у батлера лучше болит. По модификациям продолжаем качать аэродинамику, и я заметил то, что в ближайшее время нам не представятся модификации, снижающие лобовое сопротивление, и, к сожалению, придется до середины сзона качать именно прижимную силу. Ну ладно, будет хотя бы скорость в поворотах. Двигатель также берут ту модификацию, которая нам не приехала, и также надо будет на следующий этап взять модификацию на износоустойчивость, поскольку двигатель уже у нас под износилось, и надо будет брать новую. На этом, ребята, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, столкайте в группу ВКонтакте. До скорых встреч с вами. Пока-пока и удачи.